А в Иране как относится к Толуше? В Иране я вам хочу сказать ради справедливости. Иранское правительство выделяет, как мне известно, выделяет правительственные гранты на развитие творческой культуры. Они сами выпускают книги, они сами готовят кадры из Толуше. То есть они поддерживают? Да, они поддерживают это. Они понимают, что... Потому что, вы знаете, в Иране это самая главная вещь. Если полностью исчезнет Толуше, меняется геополитика на Кавказе. Меняется. Это не в пользу региона. Вы понимаете, что это значит? Нельзя этого допускать. Народы, которые жили там, да, традиционно, веками, они должны оставаться. Когда уничтожат одно, когда исчезает один народ в пользу другого, это меняет, это саморасклад сил. Они этого вовремя поняли. Они сейчас сами выращивают, помогают. Это народ должен стоять на своем месте. Понимаете? Какой был политик Артагана? Это значит? Значит, создавать Великий Османский империю. И начиная даже на бережье Касмическое море. Вообще, в идее, должен быть их внутреннее море. И поэтому Толушеский вопрос с Толшей помешали сильно. Я не буду скрывать. У меня лично было неоднократное предложение. Вы, давайте, идеологию свою поменяете, геополитическую идеологию, вы выступаете против России и Ирана, мы будем вас поддерживать. Было такое мнение. И кто с такими предложениями обращался? У меня такое предложение. Из Европы поступало из Баку, между прочим. Или через Баку из Европы. Да, да, да. Они это самое. Тут речь идет о геополитике. Даже у понятия. Но ведь вы прекрасно понимаете, что малые народы это такой хороший инструмент в руках больших держав для того, чтобы манипулировать ситуацией. И вот понятно, что ситуацию на Кавказе, так же, как и на Ближнем Востоке, так же, как и на Балканах, подогревают извне. Вот когда вы отстаиваете свою позицию автономии, ну или там, как минимум, культурной автономии, насколько я понимаю, все-таки об этом... О культурной автономии даже речь не может идти, Игорь Савченко. То есть, речь идет все-таки об автономии. Речь идет о нашем государственности. А какой она будет, это уже и история покажет. То есть, Наталья была права, да? О нашем государственности. Государства могут быть разные. Речь идет о... Потому что сегодня уже верить нельзя. Сегодня судьба толщинского народа перед большой опасностью. Речь идет о жизни и смерти. Я вам хочу сразу сказать. Между прочим, если толщинский народ находится на передовом фронте, если толщинский народ исчезнет, притом мы боремся давно уже. Если Россия сейчас это чувствует, да? Мы это чувствовали изначально. Притом выдерживаем эти удары. Если мы исчезнем, они выполнят свою главную задачу. Дальше пойдут. Между прочим, я хочу вам сказать. Поэтому речь идет о жизни и смерти. Мы предлагали автономию. Они сами отказались. Испанин, хочу все-таки продолжить свой вопрос. То есть вы понимаете все-таки, что ваши интересы в руках других государств, они превращаются в другие интересы. Ну, то есть, условно говоря, Иран, например. Вот мы говорим о геополитике. Вы сами повернули в эту сторону. А, в общем-то, об этом и наша программа. Иран. Почему так помогает Талышам, как вы говорите? Ну, наверное, вот моя версия. Потому что Иран ищет союзников в регионе и понимает, что Россия – это тот союзник, который обеспечил сейчас ситуацию таким образом, что Иран уже не под санкциями, угрозы войны с Ираном нет. Ведь когда-то еще несколько лет назад речь шла чуть ли не о бомбардировке Ирана. Фактически судьба Сирии его ждала. И так далее. Этого вопроса нет. И понятно, что чисто прагматично надо помогать другим народам, надо каким-то образом продвигать себя как державу справедливую и так далее. Вот Азербайджан, например, да? Вот если мне поверить вам, а я ведь другие версии слышал, что да, это все не так, на самом деле Талыши имеют всяческие возможности и так далее и тому подобное. Если поверить вам, то получается Азербайджан не хочет дружить с Россией. Это очень странно, и в это не хочется верить. Во-первых, если у них есть другая версия, пусть, пожалуйста, укладывает нас. Ну, хорошо, это забудем. Может быть, я действительно обманываю. Пусть покажет, что есть. Забудем эту версию. Тогда вопрос. Давайте про Азербайджан поговорим. Получается, что если он относится так к Талышам, то получается, он не хочет Россию видеть союзником, да? Да. Во-первых, Игорь, знаешь, в чем дело? Во-первых, Азербайджан изначально, не только Азербайджан. Вот речь пошла, вот только что начали говорить о шестерок, да, вот типа такой, чтобы могут стать шестерками в другом. Да, конечно. Во-первых, вы мне покажите, да, одного республики, постсоветского республики, кроме России, не является шестеркой. Покажите мне одного. Независимый политик ведет. Нет такого. И то, что лидеры сидят там, бесконечно там сидят, которые воруют, кладут себя, ну, допустим, ну, нарушают, конечно, всякие прочие, их не трогают. Знаете почему? Потому что с ними было заключено договоренность. Это договоренность заключается в том, что вы будете действовать здесь, сидеть, но вы будете свою политику настраивать против России. Цель какой был после развала Советского Союза? Второй этап – развал России. Я не буду говорить о других республиках, у меня тоже есть. Но я конкретно, вы задали вопрос по поводу Азербайджана. Например, выращивали в Азербайджане, во-первых, ваххабистских сил. Выращивали, мы увидели на Кавказе как урол. Дальше. Выращивали в Баку, пантеркизм направляли в Россию, в российский поволжий. Это есть, факт же есть. А извини меня, а то, что здравствуйте, давайте виски попьем с нашими дипломатами. Ну, это что, это что, дружба? Дружба должна быть союзническая. Притом интеллигии должны полностью совпадать. Когда открываешь бакинские газеты, там ничего хорошего про Россию нет. А сидят вместе, когда пьют виски, говорят, вот, брат, друг. А когда открываешь газету, и направляет общественное мнение против России. Это что, дружба? Я согласен с вами. Я вспоминаю покойный президент Абхазии Сергей Багабша однажды в одной телепрограмме на телевидении российском сказал, когда ему спросили, а вы чувствуете, вот вообще вам не обидно, что вы являетесь там игрушкой в руках России, например, да, или там вообще просто игрушкой, марионеткой какой-то на большой карте, там, на большой шахматной доске. На что он ответил, что, ну, наверное, все страны, кроме там России, Соединенных Штатов, еще трех-четырех держав являются марионетками в каких-то чужих руках, только здесь вот примерно то же самое дальше. Его речь соответствовала вот вашим словам. У меня другой вопрос.